Здравствуйте! С новостями дня вас готовы познакомить корреспонденты ОРТ. В студии Анонимых сейчас коротко о главных темах выпуска. Крупный пожар на складе пиломатериалов в Оренбурге. В огне более тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Подписаны соглашения о сотрудничестве в регионе работы делегации из Беларуси. Медицинская помощь ближе. Мобильные ФАПы разъехались по районам области. Более 7 миллиардов на жилье. В Оренбурге растет ипотечный портфель. Рубаха-парень. Оренбуржцы вспоминают своего Гагарина. Футбольный клуб Оренбург разгромил ростовскую «Чайку» и вышел во второе место в ФНЛ. И начнем с крупного пожара в Оренбурге. Около тысячи квадратных метров оказалось в огне. Ранним утром в четверг на проезде автоматики загорелся склад пиломатериалов. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось почти 6 часов. По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7 часов 40 минут. Клубы густого черного дыма поднимались над местом пожара и были видны с разных концов города. В складском помещении хранились пиломатериалы. Огонь моментально перекинулся на крышу. Общая площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. К тушению спасатели приступили не сразу, так как необходимо было отключить охваченное огнем здание от электричества. К тушению пожара велось с четырех точек. На месте работали почти 50 человек и 12 единиц техники от МЧС. Погибших и пострадавших нет. В Оренбург с официальным визитом прибыла делегация Республики Беларусь. Ее возглавляет чрезвычайный полномочный посол в Российской Федерации Владимир Семашко. Утром члены правительства области совместно с белорусскими коллегами возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в музейном комплексе под открытым небом «Салют Победа». После работы в Доме Советов деловые двусторонние переговоры белорусской делегации с руководством Оренбуржья, представителями общественных объединений и бизнес-структур региона. Цель – определить дополнительные точки соприкосновения, понять, с чем еще могут быть взаимовыгодны два субъекта. С подробностями Наталья Мороз. Я рад вас видеть. Спасибо огромное, что приехали. Губернатор приветствует полномочного посла Республики Беларусь в России. Обмен впечатлениями и некоторыми ожиданиями о встрече Владимир Семашко через несколько минут уже делится с представителями двух сторон. Почему мы сюда приехали и так далее, в достаточно срочном порядке таком, чтобы прощать конкретные меркантильные задачи. Республика Беларусь – ключевой партнер Оренбуржья. Это несколько раз подчеркивается во время заседания. Торгово-экономические отношения крепнут и развиваются. Сегодня представители делегации говорят, в чем еще могут быть полезны. Строительство социальных объектов с нуля и под ключ. Замена лифтов. В Республике удалось сохранить крупнейший завод советского времени – Могилевт Лифтмаш. Готовы работать над поставкой качественно очищенной воды, собирать и утилизировать мусор. Предлагают отказаться от дизельного транспорта и перейти на электробусы, которые покорили не только Минск. Экологический транспорт поставляют в Москву. У нас тоже освоена вся гамма городского транспорта и автобусы самые разные на газомоторном топливе, на дизельном топливе. И троллейбусы, и электробусы – новый вид, перспективнейший транспорт. Кстати, весь мир переходит на электротранспорт, и трамваи, если нужны. Первый вице-губернатор Сергей Балыкин парирует. Готовы развиваться вместе. Оренбуржье – сельскохозяйственный регион. По площади Паши Оренбургская область занимает второе место в стране после Алтайского края. На деле у нас сегодня родилась походу тема, если говорить по аграрной теме, это тема шлейфа, который идет за тракторами. Это сельхозорудий наших, это селки, культиваторы, диски, пороны и так далее. То есть для того, чтобы тема нашей области – это влагосберегающие технологии. Работа белорусской делегации в нашем регионе рассчитана на два дня. Уже в пятницу вновь в Доме советов пройдет заседание. Тема – развитие сотрудничества между Оренбургской областью и Братской республикой. А после делегация посетит праздничный концерт, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня. А сейчас еще об одном приятном событии, которое прошло в рамках визита белорусской делегации. Наш медиахолдинг «Телерадио Центр Планеты» выходит на международный уровень. Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь. Подписание проходит в стенах Дома Совета в дистанционном формате. Генеральный директор телевидеоцентра «Планеты» Андрей Телегин и зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Сергей Гусаченко. Он находится в Минске, но вышел на прямую связь с Оренбургом. Мы хорошо с позитивом восстанавливали этот факт, что нам удалось достичь договоренности с Оренбургской стороной. И удалось предоставить хоть и в дистанционном формате соглашение сотрудничества. Я уверен, что взаимодействие наше может быть позитивным, эффективным и, самое главное, аварийно полезным. Мы точек соприкосновения немало. Мы видим, что в нашей стране говорим, что это действует и в политической сфере, и в экономической. Для работы, на самом деле, в том же конвенционном поле, и вызовы перед нами, в этом поле возникают, в общем-то, одинаковые. И противостоять этим вызовам, конечно, лучше вместе. Я очень рад, что мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с государственной национальной территориальной компании «Беларусь». Выражаю верность, что наше сотрудничество будет удовольным, и жители Оренбургской области смогут больше узнать о жизни и о добрых делах братства беларуского народа. И также беларусский зритель узнает о жизни нашей области многонациональной. Спасибо вам большое за сотрудничество. Всего хорошего. Оренбургское региональное телевидение стало первым телеканалом, который подписывает подобное международное соглашение. Документ позволит активнее развивать деловые отношения между телеканалами двух государств. Это значит, что в ближайшее время сетка ОРТ пополнится еще более интересными телепроектами из соседнего государства. А о жизни, проблемах оренбуржцев и способах их решения смогут увидеть Беларуси. Как отмечает полномочный посол республики, на телеканалах теперь лежит большая ответственность не только обмениваться контентом, но и объединять людей двух государств. Сегодня особенно обострились эти ситуации, когда много всякой нехорошей информации по разным каналам идет, и ситуации в Беларуси, и ситуации в России. Мы должны этому противодействовать, грамотно и объективно показывать информацию, что происходит в вашей стране, в нашей стране. Мы должны показывать те процессы, которые идут объединительные союзные государства России и Беларуси. Сейчас мы находимся принципиально на новом этапе движения по этому треку, так называют дипломатии, создания союзного государства. К другим новостям. Обновление автопарка. Главные врачи девяти районных медучреждений получили ключи от мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Торжественное вручение состоялось на территории больницы имени Пирогова в Оренбурге. Чем оборудованы новые ФАПы, расскажем далее. Новые ФАПы созданы на базе автобусов марки ПАЗ. Это позволяет существенно увеличить размеры и расширить внутреннее наполнение пунктов. Техника предназначена для оказания медицинской помощи жителям отдаленных сел и деревень. Для этого каждый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием. От аппарата для измерения давления и анализатора холестерина до набора для оказания экстренной помощи и компьютера. Еще одно преимущество новых ФАПов, по словам врачей, их автономность. Техника может до пяти часов работать от своей станции. Машины готовы функционировать и в морозы. Для комфорта медиков и пациентов здесь предусмотрен теплый пол, электрический камин и воздушная завеса. Мне кажется, что вот такие шаги, такая техника с таким оснащением, конечно же, решает часть задач. Я очень рад, что мы движемся системно, планомерно. И, честно говоря, конечно же, хочется и обратную связь получать, насколько все-таки жителям они комфортны. Сегодня мобильные ФАПы отправляются в Матвеевский, Переволодский, Беляевский, Пономаревский, Красногвардейский, Акбулакский, Октябрьский и Тюльганский районы. Напомним, что в 2020 году в территории региона уже было направлено 9 новых машин. Они активно используются в муниципалитетах. Только за марта этого года совершено более 700 выездов. Врачи приняли больше 5000 пациентов. Перейдем к информации по заболеваемости коронавирусом в области. За сутки 5 летальных случаев. Печальную статистику публикует Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии от ковид умерли 764 жители области. Общее число заразившихся – 40 679. Количество вновь инфицированных меньше не становится, хотя цифры стабильны уже в течение месяца. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 85 человек. Что же касается статистики по выздоровлению, то сегодня больничные листы закрыли 54 пациента. Это не все новости. Вот о чем расскажем далее в программе. Более 7 миллиардов на жилье. В Оренбурге растет ипотечный портфель. Рубаха-парень. Оренбуржцы вспоминают своего Гагарина. Футбольный клуб «Оренбург» разгромил ростовскую «Чайку» и вышел во второе место в ФНЛ. Мы продолжаем с новостями экономики. В Оренбургской области за год ипотечный портфель вырос на 20%. Об этом сообщили в Оренбургском филиале Уральского главного управления Центробанка России. За два месяца 2021 года оренбуржцы взяли в банках свыше 3,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Их объем вырос более чем в полтора раза и составил 7,2 миллиарда рублей. В среднем оренбуржцы берут займ в сумме около 2 миллионов рублей сроком на 19 лет. Спрос на рынке жилищного кредитования по-прежнему поддерживают государственные программы льготной ипотеки. Кроме того, продолжают снижаться процентные ставки по ипотечным кредитам, что делает их доступнее для граждан. Так, средняя ставка в феврале уменьшилась на 0,1% по сравнению с январем и составила 7,2%. А теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Контроль за бродячими собаками. Аукцион на отлов бездомных животных состоялся на востоке региона. Администрация Орска смогла найти исполнителя и заключить муниципальный контракт. Отловом бездомных четвероногих в Орске будет заниматься частная компания «Ветеринарная служба». У нее есть приют для животных в Адамовском районе. Задача подрядчика – перевезти собак вместо содержания, вакцинировать и стерилизовать, если потребуется лечить. Через 28 дней особи должны возвратить в естественную среду обитания. Заявки от жителей сейчас принимает ЖКХ города Орска. С этой же компанией аналогичный контракт заключили еще несколько муниципальных образований региона. Яснинский городской округ и Адамовский район. Стоит отметить, что сумма контрактов менее миллиона. И договоры заключаются на срок от двух до девяти месяцев. 108 минут, которые изменили мир. Уже на следующей неделе страна отметит День космонавтики. 12 апреля, 60 лет назад, с испытательного полигона Байконур стартовал корабль «Восток». Имя советского космонавта Юрия Гагарина в один миг узнал весь мир. Гордость и легенда страны. Многие знают его лишь по фотографиям и рассказам. Но каким он был в жизни? Чем запомнился первый человек, побывавший в космосе, тем, кто встречался с ним лично? В сюжете Анастасия Кубатка. Оренбургская земля. Как будто я его вчера видела, вчера знала. Вот у меня такое было чувство. Такие теплые и душевные воспоминания от первой встречи с Юрием Гагарином. Валентина Александровна вспоминает, как тогда она, еще юная, вожатая лагеря «Артек», впервые познакомилась с космонавтом. Когда тот приезжал в Крым, сразу после знаменитого полета. Статный и красивый, но, что самое главное, родной, вспоминает Оренбурженко. О том, что Юрий Гагарин был человеком с большой буквы, говорят и другие оренбуржцы. Те, кто вел с ним личные беседы и был сторонним наблюдателем. Те, кто больше полувека, хранил воспоминания о встрече с первым космонавтом и решил поделиться ими. В стенах государственного архива десятки фотографий из личных архивов оренбуржцев. И у каждого своя история, свой личный портрет Гагарина. Ну, конечно, практически все говорят о его улыбке, которая действительно его визитная карточка. Наверное, визитная карточка всей нашей страны. И ни одного какого-то негативного отзыва даже в каких-то таких частных беседах не поступало. То есть очень позитивный, очень жизнерадостный, влюбленный, наверное, в жизнь человек. Его любил весь мир. Накануне очередной памятной даты своими воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным поделилась и королева Великобритании Елизавета II. И встреча состоялась ровно 60 лет назад в Лондоне. На вопрос, каким он был, первый космонавт, отвечает коротко. Он был настоящим русским человеком, очаровательным. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенным таким. А еще он был сильным, смелым и храбрым, ведь без этого в космос никак. Любил жизнь, но еще больше неба. И оно когда-то подарило Гагарину славу, а позже забрало с собой. Гордость и легенда страны. Он погиб в 1968 году, выполняя тренировочный полет на самолете. Одна из версий – не справился с управлением. Но он навсегда изменил ход истории, доказал, что советский человек ничего не боится. Научил верить и мечтать, и, что самое главное, воплощать все это в реальность. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев. Новости дня. О спорте. Состоялись очередные матчи первенства футбольной национальной лиги. Оренбург на своем поле встречался с «Чайкой». Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Анна. После неудачи в Хабаровске Оренбург отступил на третье место таблицы. И на два домашних матча подряд сделаны особые ставки. Нужно набирать максимальное количество очков. Команда из села Песчано-Копское Ростовской области непредсказуема. Может проиграть дома дублю «Спартака» и выиграть в Москве у «Торпедо». Оренбург в первом круге в гостях победил 1-0. У нас хорошая впереди перспектива. Надо первые 15 минут явно-явно выиграть. Только победа. Только победа. Выиграем. Сколько? Стой! И ноль. Однако игра с «Чайкой» развивалась совсем не так, как бы нам хотелось. Поначалу как минимум равные. А потом гости и вовсе перехватили инициативу. После опасного удара по воротам Климовича подали три угловых подряд. И в первом тайме никакого нашего преимущества. Ну, в принципе, хотелось бы лучше. Много ошибок. Все-таки надеемся, что второй тайм будет лучше первого. Ну, я так думаю, на место Андрея Козлова выйдет в «Жельфемии» и мы победим сегодня 2-0. В начале второго тайма трибуны было взревели. Миронов навесил штрафную и мяч влетел в сетку. Однако арбитр взятие ворот не засчитал, усмотрев офсайт у кого-то из наших. На табло остались гореть нули. А «Чайка» после перерыва окончательно осмелела и создавала у наших ворот момент за моментом. Вели игру, много атаковали. Мяч метался, подстахнулся, перерывы удары были, гола нет. Такая картина, безусловно, не устраивала хозяев. И тренерский штаб Оренбурга провел ряд замен, кардинально изменивший ход матча. На поле вышли Полиенко, Фомие и Прудников. Напомним, Полиенко полгода назад перешел в наш клуб именно из «Чайки» в обмен на Кулишева. В середине второго тайма Максим в одиночку разобрался со всей защитой гостей и точно пробил в угол ворот своей бывшей команды. На эмоциях он сорвал футболку, за что тут же удостоился желтой карточки. Не важно, кому забил. Главное то, что я в этом чезоне не забивал еще за 100. У меня такое небольшое произошло. Поэтому все эти эмоции связаны с этим, что первый лол и, можно сказать, победный лол. «Чайка» ринулась отыгрываться. Оголила тылы, и это было нам на руку. Хозяева дважды поймали гостей на контратаках. Сработали судьбоносные замены. На счету Фомие две голевые передачи, а Прудников вообще оформил дубль. Причем сделал это на 92-й и 94-й минутах. Мы были сильнее, просто нужно было забить первый гол, чтобы уже почувствовать себя немножко увереннее. Да, дотянули до 74-й минуты, но ничего страшного, выиграли с уверенным счетом. Из довольно вяло начинавшейся игры Оренбург добыл победу с классическим счетом 3-0. Поиграв на нервах болельщиков, порадовал их результатом и вернулся в борьбу за второе место. Мы входили в второй тайм на поле, и первые 15 минут у нас ничего не получилось. Чайка лучшая двигала меня. Гол максимум нам дал чуть-чуть свежести и ментальной силы. Пристально следим за выступлением конкурентов. Нижний Новгород дома одержал минимальную победу 1-0 над Велесом. И по-прежнему опережает нас на 2 очка. Лидирующие «Крылья» сегодня играют на кубок. Их встреча со «Спартаком-2» отложена. Как раз со «Спартаковским дублем» играть Оренбургу в ближайшем 36-м туре. Москвичей будем принимать в воскресенье. А вот нижегородцы полетят в негостеприимный Хабаровск. Анна? Пожелаем нашим сыграть с москвичами не хуже, чем с Чайкой. На это все. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова